День за днём И сезон на воде На плановых учениях сотрудники ГОУЧС в очередной раз показали свой высокий профессионализм Сработали слаженно, всё было сделано оперативно Не знаю даже как и сказать, всё было на высоте Управление по делам ГОУЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю На территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда Управления по делам ГОУЧС города Десногорска Привлекались для проведения работы В Десногорске прошёл отчётный концерт хореографических коллективов Чудо рождается здесь, на сцене И имя ему танец Переходим к темам выпуска Город Иваново отличился успехами в реализации энергосервисного контракта При котором было заменено более 15 тысяч уличных светильников Технология замены конструкции на современное светодиодное освещение Привлекла внимание главы Смоленска Андрея Борисова Под его руководством делегация находится в Иванове с рабочим визитом Перенять положительный опыт планируется не только в замене оборудования городского освещения Но и в использовании старых световых конструкций Кроме этого, руководство Смоленска заинтересовало работа общественного транспорта в Иванове А именно, организации безналичных расчетов с использованием социальных и транспортных карт Традиционный парад драконов состоялся в городе накануне 9 мая Заплыв быстроходных каноэ с головой дракона проходит в Десногорске ежегодно Этот фестиваль знаменует открытие водных видов спорта И является значимым событием для спортсменов Подробности соревнований смотрите в нашем сюжете Впервые в этом году по Десногорскому водохранилищу прошла флотилия лодок «Дракон» В ежегодных соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов Смоленской АЭС, профсоюза атомной станции, Смоленской АЭС-сервис, ЭЦМ и АЭР На их каноэ гордо развивались флаги победы Российской Федерации, Единой России, Росэнергоатома, Десногорска Предприятий и общественных организаций города И несмотря на дождливую погоду, настроение у участников и организаторов было на высоте Мы сегодня немножко с погодой нам не повезло Мы уверены, от этого настроения хуже не станет И то, что вы сегодня пришли и приняли участие в веселале Это говорит о том, что вы не только сильны тем, вы сильны и духом Открытие сезона для десногорских гребцов означает начало серьёзной работы и череды соревнований Свои навыки в гребле они проявят на чемпионатах и многочисленных выездных кубках Грандиозные планы в этом году, я не знаю Мы такой объём работы провернули в спортзале с ребятами, с девчатами Но хочется верить, это перельётся в хороший спортивный результат летом Очередной ежегодный заплыв драконов прошёл успешно Все участники показали достойный результат Получили свою порцию адреналина И с нетерпением ждут более благоприятных для заплыва погодных условий Виолетта Ефименко, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна ТВ Развитие массового и профессионального спорта в Смоленской области Остается одной из стратегических задач региона Ряд инициатив в этой сфере, в том числе проект горнолыжного комплекса «Волутина» Теперь будут реализовываться при поддержке министра спорта России Встречу с государственным и спортивным деятелем Павлом Колобковым Провёл губернатор Смоленской области Алексей Островский Стороны также обсудили развитие пятиворья и конного спорта На базе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма По итогам переговоров Павел Колобков заверил, что в июне посетит регион И более детально обсудит проекты уже на месте Несколько раз в год сотрудники ГОЧС проводят коллективные учения С отработкой ситуации, которые возникают в реальной жизни В этот раз перед спасателями стояла непростая задача Достать зажатого в автомобиле водителя, попавшего в ДТП Подробности спасательной операции далее в сюжете Проверить уровень своих знаний и навыков Сотрудники Десногорского ГОЧС решили в постановочной, чрезвычайной ситуации По сценарию на дороге произошло ДТП С участием легкового автотранспортного средства и микроавтобуса Водитель авто оказался зажатым в кресле и не имел возможности выбраться самостоятельно В считанные минуты на место аварии прибыли сотрудники ГОЧС Укомплектованная всем необходимым, бригада спасателей оперативно приступила к операции по спасению пострадавшего Ведь здесь важна каждая минута Демонтаж автомобиля занял около 15 минут Все это время водитель находился без сознания, что только усложнило работу спасателей Сначала, чтобы обеспечить лучший доступ к зажатой ноге пострадавшего Они создали достаточное рабочее пространство Затем удалили стекло, отрезали все стоки автомобиля и сняли крышу После того, как все было готово к безопасной эвакуации Пострадавшего извлекли из автомобиля и уложили на носилки Благодаря слаженной работе спасателей Учения ГОЧС прошли на высоком уровне Лучше научение спасать людей, дабы не извлекать их из автомобилей после аварии, после ДТП Десногорские спасатели в очередной раз доказали свой профессионализм и готовность к любым чрезвычайным ситуациям Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГОЧС по Десногорску Андрей Воронцов На прошлой неделе на территории муниципального образования Спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГОЧС города Десногорска Привлекались для проведения работ По оказанию помощи скорой два раза По вскрытию дверей три раза За семь дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 Поступило 618 сообщений Из них 220 ложных Поступило и отработано 7 просьб от населения Смоленский государственный драматический театр имени Грибоедова Один из старейших действующих театров России На базе этого учреждения культуры Которое работая с 1780 года Могут открыть филиал Мариинского театра Об этом сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский В ближайшем будущем в областной центр Приедет главный инженер Мариинского театра Для проведения анализа возможностей Смоленского учреждения культуры Предполагается, что это может помочь возродить традиции балета и оперы в Смоленской области Тем временем подобные перемены вызывают споры не только в театральной среде Многие против подобных изменений, полагая, что Смоленск тогда лишится одной из своих главных достопримечательностей Неутешительные данные обнародовала лаборатория Левада Центр Проведенный опрос показал, что российские семьи в большинстве своем не откладывают деньги на черный день Граждане просто не располагают такой возможностью из-за низкой заработной платы Такая ситуация сложилась у 65% российских семей По этому показателю мы находимся на уровне кризисного 98 года Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян падали ежегодно, начиная с 2014 года Показав рост 0,1% лишь в 2018 году Таким образом, большинство граждан может позволить себе лишь покрыть ежедневные обязательные траты Без возможности создать финансовую подушку безопасности 15 апреля в Центре культуры и молодежной политики Десногорска состоялся отчетный концерт трех ведущих коллективов города Свои танцевальные номера показали хип-коп студия «Форсаж», коллектив «Каприз» и студия танца «Феникс» Подробности о танцевальной феерии смотрите в сюжете Воспитанники танцевальных коллективов не только показали зрителям свой талант, но и поделились с публикой своим весенним настроением Из отдельных танцевальных кусочков на сцене родилась целая картина, собранная из различных направлений, жанров и стилей хореографического искусства Первыми на сцене выступили участники дэнс-клуба «Модерн» Маленьких колокольчиков на сцене сменили часики Перевоплотились в героев любимых сказок и предстали перед зрителями в образе самураев и пиратов ребята из хип-хоп студии «Форсаж» Затем зрители перенеслись в далекие звездные миры и увидели космические танцы под названием фэнтези «Космос» и фигурный вальс В исполнении коллективов «Модерн», «Форсаж» и «Феникс» Отчетный концерт был многогранным, а выступления десногорских танцоров – яркими Атмосфера в зале была праздничной, несмотря на то, что образцово-хореографический коллектив «Дэнс-клуб «Модерн» в тот день покинули его выпускницы Есть опытные у нас танцоры, которые нас покидают, даже независимо в будущем, если они не пойдут по танцевальной деятельности Но я думаю, что в жизни им это все пригодилось Выпускницам Алине Андреевой, Дарье Ковалевой и Ксении Симоновой вручили заслуженные благодарственные письма за многолетнюю активную деятельность Под лирическую музыку «Волшебная сказка» под названием «Танец» подошла к концу и на сцену пригласили выступающие коллективы и объявили их руководителей Бурными аплодисментами отблагодарил зал танцоров за яркую и многогранную танцевальную программу Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснатовая Депутат Государственной Думы Виталий Милонов обнаружил несовершенство существующей системы оценки рабочего времени россиян По мнению народного избранника, эффективность труда не должна измеряться количеством часов, проведенных на рабочем месте Депутат считает, что в такой ситуации работники становятся заложниками устаревшей системы труда дней и труда часов Исправление ситуации Виталий Милонов видит сокращение рабочего дня на 1 час Это время, которое в среднем уходит у россиян на путь до работы и обратно домой Оригинальная инициатива уже отправлена министру труда и социальной защиты Максиму Топилину И о погоде 17 мая в Десногорске переменная облачность Температура днем до 17 градусов тепла, а ночью около 9 со знаком плюс На этом выпуск завершен Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram В студии работал Олег Соловьев До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok